Следующий вопрос. Если уполномочившие и уполномоченные спорят и разноглазят относительно цены, по которой купил уполномоченный, то есть я поручил тебе купить за меня автомобиль. Ты приходишь и говоришь, я купил его за 700 тысяч рублей. Какой 700 тысяч рублей этот автомобиль? 550 стоит. Ты его купил за 550, ты его не за 700 купил. То есть я не доверяю теперь тебе, что ты купил его действительно за такие деньги. И у нас получилось разногласие. Говорит Мисалеву, пример этого, когда уполномоченный говорит, я купил эту книгу за 1000. А уполномочивший говорит, нет, ты купил его за 500. Ты эту книгу за 500 купил, а не за 1000. То есть как бы здесь есть цель уполномоченного, что он может наврать или нет? Есть, потому что он как бы что? Может за 500 купить книгу, сказать, что он купил за 1000, а 500 лишнее себе карман положить. Правильно или нет? Поэтому уполномочивший здесь начинает не доверять. Какой за 1000 купил? Эта книга 500 стоит. Ее можно было купить за 500, допустим, и тому подобное. Понятный момент? Говорит Фамадзабуль Ханабиля, ухва каулю ли шафии, анна каулю, каулю луакиль, ляанну муутаман. Первое мнение в этом вопросе, это мнение хамбанитов и это мнение имамы шафии. То, что слово и предпочтение отдаются слову уполномоченного, потому что он является доверенным лицом. Естественно, с чем опять? Склятвы. То есть, если произошло разногласие, то уполномоченное лицо может просто поплясться на то, что он действительно купил эту книгу за 1000. Вот это мнение верным является или нет здесь? Кто скажет? Здесь является верным. Опять-таки. Почему? Потому что нет дороги против того, кого ты доверял. Ты, брат, не доверяй человеку, которому ты потом будешь не доверять. Но доверяй только тому, чье действие потом не вызовет у тебя сомнений. Дальше. И это также второе мнение имама о шафии в этом вопросе. То, что слово отдается, и предпочтение отдается слову уполномочившего. Кроме как, если уполномоченный заявит, что именно по этой цене уполномочивший приказал ему купить эту книгу. То есть, допустим, если уполномочивший не дал денег, сказал, иди купи эту книгу, потом пройдешь, почем купил, и я тебе отдам. Например, тот приходит и говорит, за 1000. Нет, подожди, как эта книга? Эту книгу за 500 можно купить. Здесь, кто, ханбалиты и шафии говорят то, что слово отдается уполномочившему. Он может отдать ему 500 и не давать ему 1000. Кроме как, говорят, если уполномочивший сам сказал, купи мне эту книгу за 1000. Потом тот пошел, действительно купил за 1000, говорит, я купил за 1000. Говорит, нет, за 1000 не пойдет. Ее можно было купить за 500. Отдавай обратно 500. Или я не дам тебе 1000, а дам тебе только 500. Это второе мнение в этом вопросе. Третье, уукада Абу Ханифа, это мнение Абу Ханифа, сказал, если покупка произошла, под ответственность, как понять под ответственность? Кто скажет, что значит, покупка под ответственность? Имеется в виду долг, с отрочкой платежа. Человек пошел, приносит тебе книгу. Говорит, на, эта книга стоит 1000, отдашь через месяц. Я договорился, что можно отдать цену в течение месяца, например. Говорит, в этом случае, говорит, слово принадлежит кому? Муаккилю, уполномочившему. Потому что он от этого страдает. Ему придется выплачивать этот долг. Он, или точнее, потому что с него будут требовать эти деньги. А если уполномоченный купил уже за имеющиеся деньги, то есть за наличные, в этом случае слово отдаётся кому? Уполномоченному. Потому что он здесь, он здесь как бы расплачивался. Он выплачивал деньги. Так, потом приходит и говорит, отдай мне 1000, я свои 1000 кровные отдал за твою книгу. Отдай мне их. Понятно или нет? Здесь, говорит, он уже заплатил. В этом случае, говорит, он уже будет требовать у уполномочившего то, что превышает 500. То, что превышает 500 риалов, допустим, или рублей и так далее. Пусть, чтобы решил Хамсу Минхиза, в Аль-Кавлюл-Ау-Ак-Раб. Правильным, более правильным мнением в этом вопросе является мнение. Первое. То, что мы отдаём своей основе предпочтение слова кому? Доверенному. То есть, уполномоченному. Потому что ты ему доверил, ты его уполномочил. Сейчас ты не имеешь права проявлять своё недоверие к нему и сомнение к нему относительно его действий. Понятно или нет? Раз ты ему изначально доверял, доверяй ему до конца. Поэтому, если ты заявляешь, что он купил всё-таки не за 1000, а за 500, приведи доказательства. Это, брат, если никаких косвенных доводов нет. Если же есть доводы косвенные. То есть, допустим, автомобиль такой стоит, например, известно на рынке, что он такой разваленный, старая марка и тому подобное стоит 100 тысяч. А он приходит и говорит, миллион. Нет, здесь не пойдёт, брат. Здесь, естественно, известно, что на рынке этот автомобиль не стоит больше 100 тысяч рублей. Понятно или нет? Здесь уже слово будет отдано кому? Уполномочившему. Потому что за него явные доказательства. Бытовые доказательства. Но мы речь ведём о вопросе каком? Когда никаких доказательств за уполномочившего нет. Но эту книгу действительно можно было купить и за 500, и за 1000. Цена валирует. Смотря где ты будешь покупать. Далее, следующий вопрос.